Итак, фундаментальный труд выдающегося русского мыслителя и яркого представителя славянофильского направления Алексея Степановича Хомякова «Семирамида» или «Мысли по вопросам всеобщей истории», как известно, остался незавершённым при его жизни и вышел в свет уже после его смерти. Эту работу справедливо называют одним из главных творений Хомякова, над которым он работал на протяжении нескольких десятилетий и в котором отобразились основные положения его идейной программы а также глубокие историософские обобщения, источником которых было его всестороннее поистине энциклобедическое образование, органично сочетавшееся с подлинной искренней религиозностью и беззаветной верностью старине. Одновременно данный труд воплотил в себя многие мысли и наблюдения других философов-славянофилов, прежде всего Ивана Васильевича Киреевского, Ивана Сергеевича Аксакова и других ярких культурных и литературных деятелей эпохи, близких им по духу. Например, историка Михаила Петровича Погодина, писателя Фёдора Михайловича Достоевского, философа Константина Николаевича Леонтьева и многих других. Но интересно, что мысли Хомякова, развиваемые им в этой работе, удивительно созвучны сербской национальной традицией, с её принципом неразрывного двоединства, веры и крови, героизма и мученичества, воспитых, например, крупнейшим сербским поэтом XX века Йованом Дуччим в его стихотворении «Ава Сербия», где он пишет «Мучеников доблесть и героя слави, целый мир девится близнецам таким». Это двоединство проявилось ярко в сербской национальной символике, в трудах святителя Николая Серского, величайшего серба XX века, как вы называете сами сербы, в творчестве крупнейшего сербского поэта Петра II Петровича Негуша, в стихах и публицистике Йомана Дуччича, в работах современного философа и политолога Драгоша Калаевича и целого ряда других ярких сербских авторов. В этой статье также показательно, что на Балканах и в частности в самой Сербии Хомяков пользовался немалой популярностью, где его труды и других славянофилов были даже больше известны, чем у себя на родине. Эта тема, в частности, посвящена обзорной статье одного сербского исследователя, который пишет, что труды Хомякова хорошо знали в Сербии и уже в XX веке его много переводили, в частности его поэзию, Олег Сашанчич, поэт Йоман Дучич. В Сербии он был известен не только как философ-историк, но и как литературный критик, как светский богослов, и особенно как поэт, и общественный деятель. Сетемирамиду тоже с интересом изучают в Сербии. Интересно, что, конечно, этот труд нельзя назвать научным исследованием по истории в классическом понимании этого слова, поскольку при её написании Хомяков, по словам одного из авторитетных исследований его творчества, Вячеслава Кошелева, стремился постичь самый дух жизни человеческой. Он начинает своё повествование в глубокой древности и определяет роль отдельных государств и народов во всемирном историческом процессе, сугубое внимание при этом сосредотачивая на значении мира славянского, которое ему, конечно, наиболее близко, и тесно с ним связанного к имени Иофетова, чьи достоинства он ставил весьма высоко, отмечая, в частности, следующее. Между тем, как Европа уступает всем частям света, кроме Австралии, во всех физических отношениях, в пространстве, в роскоши растений, в силе и разнообразии животных, племя, которое ей соответствует, и в ней получилось своё величайшее развитие, племя белое, превосходит всех других во всех отношениях. Причина тому, что, как философ, не только в его широком распространении, то есть на юге, юго-западе Азии, на севере и частично на востоке Африки, практически во всей Европе и в большей части Америки, но прежде всего в том, что, цитата, «в его руках судьба человечества, в его мыслях вся прелесть искусства, всё богатство науки». В составе белого племени Хомяков особо выделяет семью германских народов, всячески подчёркивая её деятельность в судьбах отдельных стран и континентов и органический и присущий решительно-болевой характер, оказавший влияние на формирование её государственного и общественного политического устройства. Так, например, говоря об Англии и её обширных колониях, он называет её «могучим телом, движимым железной волей и великим разумом». Интересно, в свою очередь, что данная мысль Хомякова находит своё подтверждение в работах святителя Николая Сербского, который в одном из своих трудов пишет, что «воля — это тот талант, которым Господь наделил в первую очередь европейцев», что совершенно созвучно мысли Хомякова. Также наряду с германскими народами Хомяков уделяет славян, сходных с ними по всем наружным признакам, почти равных силами и важностью, распространившиеся от Одера до Тихого океана. При этом самое главное достоинство славянского племени, считает Хомяков, в том, что оно, как никто другой, сохранило свои неповторимые древние черты. И отдавая полную справедливость обоим, великим представителям племени Белолицу, как он пишет, наука должна заметить в пользу семьи славянской то, что она сохранила в гораздо большей чистоте родовые свои признаки, чем германцы. Совершенно созвучным подобным видением является и высказывание известного военачальника и мыслителя генерала Ростислава Андреевича Фадеева, писавшего о великом призвании славянской, которая, по его словам, есть не что иное, как «последняя арийская, то есть прогрессивная порода, выступающая на сцену света, особая религиозная основа, исключительно чистая, просвещавшая до сих пор личную совесть людей, но в общественном отношении лежащая под свудом». Интересно, что это по-прежнему актуально, несмотря на многочисленные катаклизмы, которым довелось испытать славянам и другим европейцам в XX веке. Но случайно уже упоминающийся здесь современный сербский философ Драва Шкалаевич в одной из своих работ прямо указывает, что, цитата, «индоевропейская форма ментис лучше всего сохранилась у славянских народов». Очевидно, что эта особенность в глазах Комяков явилась причиной известного преимущества славянства по сравнению с германским миром, о чём он также упоминает в своём труде. Комяков пишет, что в отличие от последнего, практически утратившего былое сходство, славяне по-прежнему сохраняют общественность своего менталитета. Так, например, в своей работе о возможностях русской художественной школы он признаётся, что с готовностью принимает название славянофим по причине своей особой любви к славянам. И пишет в связи с этим, «Я их люблю, потому что нет русского человека, который бы их не любил. Нет такого, который не становал бы своего братца с славянином, и особенно с православным славянином». Именно поэтому, по-моему, главон представителей западноевропейских народов принимается в русской среде как иностранцы, в то время как серб, глуматинец и болгарин как свои братья. Интересно, что об этом же по прошествии более ста лет писал Драгош Калаевич. И уже как бы развивая эту мысль Хомякова, отмечал, что данная неотъемлемая черта славянского мировоззрения является главным источником славянской готовности к самопожертвованию и соответствующего героического реализма, основанного на презрении к смерти и пристекает из врождённой веры в вечность, в бессмертии, светоносной или метафизической сущности человека. То есть истинный славянин Кишетон ощущает себя звеном цепи традиций, носителем совокупного наследия мыслей и дел, долгой ответственности всех поколений предков. На основании своих размышлений, высказываемых им в Семирамиде, Хомяков, соглашаясь с приводимым и выше мнением генерала Фадеева, исключает, что славянство, с его точки зрения, сберегло в себе мощный потенциал, способны принести пользу другим народам европейским. И поэтому оно признано к лабиатурному подвигу и великому служению. То же самое пишет и Юрий Васильевич, Юрий Фёдорович Самарин в своём предисловии к Семирамиде. Говоря о славянском племени, он спрашивает, почему предназначено это долго непризнанное племя, по-видимому осуждённое на какую-то страдательную роль в истории, тому ли, что в нём хранятся зачатки нового просвещения, которого пора не наступить, наступит не прежде, как по истощению начал ныне изживаемых человечеством. Итак, эти мысли философов-славянофилов о мощном духовном потенциале славянских народов получили в своё развитие и в трудах святителя Николая Сердского, где он неоднократно писал о неколебимом мужестве и глубоком смирении славян на протяжении столетий, окраждавших Европу от азиатских орд и ею же высокомерно незамечаемых. Хомяков, в свою очередь, отмечал, что движущей силой истории является божественным промыселем или, как он сам пишет, направляющей непобедимой лестницей Божией. Так, рассуждая о преимуществах того или иного деления стран и народов, он пишет о перспективном, по его мнению, описании народа населения Земли с точки зрения вероисповедания. Его собственное наблюдение приводит его к ому заключению, что религии до некоторой степени соответствуют разделению племён. Так, например, о распространении христианства, волновавшем его в большей степени, он пишет, «Христианство озаряет только народы эндогерманские и весьма слабо проникло в отрасль семитическую. Распространение его племенов к чёрным, оливковым, красным и жёлтым так незначительно, что об нём ещё нечего упоминать». Удивительным образом и здесь мысль русского философа соотносится с мнением святителя Николая Сердского о том, что исторически христианство было и до сих пор остаётся религией главным образом европейской расы. В продолжении темы о действии, происхождении, общности, судьбе и славянстве и остальной части Европы, в труде Хомякова особое внимание хотелось бы обратить на одно очень важное наблюдение, интересное прежде всего тем, что оно точно согласуется со среднедунайской теорией прородины Ставан Вян Академии Олега Николаевича Трубачёва. Так, отмечая единое и славянское происхождение названий основных рек, а именно Дон, Днепра, Днестра, Двины, Дуная, протекающих по территории Восточно-Европейской равнины и самому центру Европы, Хомяков пишет, «Во-первых, замечу, что в самой внутренности России, именно в Рязанской губернии, несколько Дунаев. Во-вторых, что Дон сам был, вероятно, в старину Дунаем. В-третьих, что форма Дуная есть, вероятно, уже несколько измененная, а первоначальная была Дунай с Украдкиным». И в данном случае важно, что и академик Трубачёв писал о частном упоминании аронима Дуная в русских песнях, что, по его мнению, никак не могло быть чужим заимствованием, но являлось живым свидетельством этнической памяти о единой общей родине всех индоевропейских народов. В своей работе «Подложение о разыскании о древних славянах на Дунае» академик Трубачёв, в частности, писал «Достаточно полистать собрание народных песен Петра Васильевича Киреевского, где Дунай входит в поводу и в нём мочит холсты. Почтительно величает его начисто русский манер по-батюшке Дунай, сын Иванович. Более того, смешивает его в своих представлениях с Доном. Например, «За Доном, за Доном, за Тихим Дунаем» или «З Дону, с Дону, за Дунаем». Итак, подытоживая этот поистине панорамный труд Хомякова, который можно было поставить в один ряд уже с более поздним трудом Тихомирова, религиозные очерки, хотелось бы отметить, что по глубине своих выводов и оценок он не утратил своей актуальности по сей день. Наоборот, мы к нему можем обращаться и черпать очень много для нас важного и интересного. И также важно, что внимательное сопоставление его северской национальной традицией даёт мощный стимул для его достолкования, дальнейшего изучения и понимания. Но самое важное – это то, что вот это ощущение нежитого родства с другими европейскими и христианскими народами, чувство национального достоинства, глубина, которая отличала наших русских философов-славянофилов в XIX веке, по-прежнему и органично присущей нашим эсерским братьям. Поэтому обращение к их наследию и духовной традиции помогает восстановить уже подзабытые нами понятия, которые жизненно необходимы нам сегодня. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо за очень интересный доклад. Вопросы? Да, пожалуйста. У меня возник вопрос. Может быть, я прослушал, в какой именно период была написана эта работа Хомякова? То есть, когда он закончил работу «Дни» – это первый вопрос. А второй вопрос. Может быть, это такое предположение, которое возможно подтвердится, в результате Вашего ответа. Может быть, Николай Сербский, Николай Галимирович, он и строил свою концепцию, такую мировоззренческую, именно на основе работы славянофилов. Потому что я, когда сам читал его некоторые работы, в частности, «Сербский народ как раб Божий», у него есть такая небольшая работа, вот там у него как раз очень прослеживается по славянской идее. То есть, он прям как будто бы там даже цитируется, вот, в том числе и почвенников наших. Вот такой вопрос. То есть, есть ли такое прямое влияние на, как вы сами сказали, величайшего серба, как его называют, со стороны наших мыслителей? Спасибо. Что касается времени на Сане работа, то Хомяков начал работать над ней в 30-е годы и работал до самой смерти. То есть, почти 30 лет. Что касается вашего второго вопроса, то вот это славянское расстройство, вообще славянское, оно всегда было присуще сербам. И в XIX веке, и гораздо раньше. Поэтому это параллельно существовало. Просто наши славянофилы, они обратились к этому XIX веке так ярко, но всё-таки не были поняты до конца русским обществом. А там как раз они были с интересом приняты и всецело поддерживаемыми. А в XX веке просто у сербов эта традиция продолжалась. И тут влияния нет прямого друг на друга. Спасибо. Ещё вопросы есть? Пожалуйста. Вы говорили о важности для Хомякова крестьянства как свойства европейских народов. А что он говорит о конфессиональном каком-то деле? Важно ли это для него? Ну, конечно, я тоже об этом упомянула уже. Он пишет о христианстве. Просто как объективный факт, он пишет о том, что оно больше всего распространилось среди белых народов. Да, он пишет о некоторых религиозных принципах. И даже, вы знаете, он пишет о так называемом кушитстве и иранстве. И пишет о противостоянии этих принципов, которые сформировала целая цивилизация. Продолжение следует...